Спортом номер один в Нижнем Новгороде на несколько дней стал хоккей. Так, в Доме спорта Заречи прошел необычный матч. Сборная ночной хоккейной лиги скрестила клюшки с командой «Торпеда» и «Товарищи». Среди участников были такие известные игроки, как Михаил Пресняков, Алексей Ратанов, Вадим Галихманов, Игорь Сиротинин, Роман Малов, Юрий Богусевич, Василий Смирнов и другие. Причем сражались в этот раз не за медали и кубки. Подобные фестивали хоккея под названием «Эстафета мира и добра» параллельно прошли в нескольких десятках городов России. А финишировала акция в подмосковном Подольске. Там на лед вышли вообще ветераны национальной хоккейной лиги. Все эти фестивали были объединены одной целью – сбором средств для восстановления общеобразовательных учреждений Донбасса. Результат совершенно не имеет значения. Самое главное – какое-то удовольствие зрителям принести. Я не думаю, что вы сегодня увидите какое-то серьезное противостояние, на самом деле. Потому что все понимают, что поиграть надо в удовольствие. Мы не гонимся за результатом, просто побегать, повеселиться, поиграть в хоккей. По всей стране в рамках этой акции собрано около трех миллионов рублей. Все деньги пойдут на восстановление школ и детских садов Восточной Украины. А непосредственно эстафета мира и добра стала первым этапом чемпионата ночной хоккейной лиги, который продлится до апреля 2015 года. А уже в мае победители всех региональных турниров поедут в Сочи, где на Всероссийском фестивале любительских команд определяют имя сильнейших. Команды все более и более ответственно подходят к этим соревнованиям. В этом сезоне у нас будет, опять же, два дивизиона 18 плюс и 40 плюс. Команды готовятся и ставят перед собой не только победить здесь, при этом еще и победить в Сочи. При этом здесь, на самом деле, создают шикарные условия. Сейчас мы взаимодействуем с администрацией города, с Министерством спорта. То есть, в принципе, все сделано для того, чтобы они добивались высоких любительских успехов. Свой высокий уровень сборная ночной хоккейной лиги подтвердила в матче против команды мастеров. И пусть торпеды и товарищи победили со счетом 10-7, любители своей игрой доказали, что они хоть сейчас готовы представлять наш регион на Всероссийском фестивале в Сочи. Григорий Ожигин и Максим Веселов. Объективно. Спорт. ННТВ.